да добрый добрый вечер с новым годом для меня все таки новый формат я один раз был уже в таком эфире но тем не менее вот я должен каким-то образом сам выбирать выбирать себе вопросы ну давайте прям подряд что есть мне будут потом какие-то самые главные наверное подносить а че добрый вечер с новым годом новогоднее чудо да это я сам начал с собой разговаривать я не не пил вчера но начал разговаривать сам собой так и бывает чего вчера к быкову на эхо не заглянули спрашивает ирина или на я знал что я вечером приду сюда и еще завтра приду значит на особое мнение и решил что это уже будет какой-то перебор если я буду еще и новый год тут встречать я все-таки иногда отсюда ухожу нет я не смотрел не смотрел обращение зеленского я читал так эхом донеслось в фейсбуке что это было нечто так сказать очень отличающийся по жанру от того что слышим мы и я обязательно посмотрю а поскольку заговорили о зеленском и об украине это было совершенно неизбежно для меня важное я уже говорил и говорю я не комментирую особенно подробности украинской политики потому что это другое государство довольно давно и мое государство граждан которого я являюсь сделал довольно много для того чтобы было почти невозможно критиковать да мы агрессоры поэтому мы себя должны вести скромнее в комментариях они там разберутся что совершенно для меня очевидно и что с радостью комментирую это живая история зеленский живой зеленский живое свидетельство длящихся процессов у них за эти 20 лет сменилась полностью 25 уже лет сменилась полностью номенклатура от так сказать кровчука и кучмы проездом до да и комсомольская и и и уголовная была элита и и партийно комсомольская да и бизнес элита оно меняется видите да на протяжении 25 лет как от кровчука дошло до зеленского это физиономический очевидный прорыв это другое время там длится время у нас времени длится в телевизоре под новогодние салаты куранты та же физиономия как куранты стоят так вот оно стоит да это физиономия и это не меняется не она только ветшает окаменевает и все это гораздо тревожнее чем любые процессы происходящие в свободной подчеркиваю стране обязательно посмотрю выступление зелен значит подозреваю что она мне может понравиться потому что абсолютно очевидно что это же что-то живое а мне нравится живое а морг не нравится нет не читал книгу велера еретик алена я может быть моя любовь как-то застыла в каком-то прошлом времени к велеру к писателю велеру блистательный легенда Невского проспекта он блистательный билетрист блистательный совершенно значит писательский дар вот дар рассказчика дар новеллиста дар велетриста с некоторых пор велер стал отвечать на на все вопросы мира он стал философом он так сказать очень основательно взялся давать ответы на все вопросы и с этих пор для меня как писатель немножечко потерял интерес я простите не читал а гибель на земле скоро будет вы по адресу крошка гугенот вы по адресу задали вопрос значит вот я как раз в курсе даты но и не просили не говорить что думаете насчет использования вар в пл вот вопрос по специальности я понимаю потому что я чек подорванный на футболе смотрю это изменило конечно игру изменило конечно в лучшую сторону да иногда раздражают затяжки но с некоторых пор так же как и теннис с опозданием пришли новые технологии футбол с некоторых пор футбол давно большие деньги и большая политика и когда на кону стоят такие когда не просто мы вышли во двор поиграть ну был гол не было засчитал не стали бежим дальше да пока не стемнело это не два дворовая история когда такие деньги на кону и такой престиж да то конечно да ничего подождем но это отдельная драматургия когда он стоит и ждет приговора небес и мы сами видим это да как как на небесах то решается это отдельная драматургия отдельная волнущие это совсем не скучно это совсем не скучно а так 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 а про спартаковских футбольных болельщиков против насилия силовых струб а я это комментировал это комментировал у меня к спартаковским фанатам отдельное отношение я уже в связи с манежкой и фашизмом и зигхайлем этим да я уже говорил что я об этом думаю людей которые кидают зиги я не считаю болельщиками я болельщик наследственный дедушка дружил со старость был знаком точнее со старости да с одним из старости я болельщик спартака а люди которые кидают зиги мне совершенно все равно что у них на шеях намотано но беспредел силовиков да он обрушивается иногда и на фанатов мы вообще разорваны чрезвычайно до на корпоративы вот я против беспредела силовиков я скажу так даже против фанатов как вы относитесь творчеству молодого писателя дмитрия глуховского молодой он был лет 15 назад когда начинал замечательно отношусь очень талантливый и по моему прекрасный и честный человек я с ним знаком шапошный видел пару раз замечательно отношусь и человеческий и как писателю ваше отношение грете человек влияет на потепление а мое отношение грете я преодолевал костное раздражение скажу так в первые минуты да странно непривычно можно можно даже критически относиться к чему-то каким-то деталям ее появление и использование ее имени но безусловно что она замечательный человек безусловно что она абсолютно честный человек безусловно что она действительно как я говорю уже про зеленского но в гораздо большей мере по некоторым обстоятельствам она абсолютно это это живое и то что сегодня в политику и в экологию вообще в мир приходит живое то что новые технологии информационные могут сделать девочку грету персонажем мировой большой политики и экономики это совершенно замечательно хорошая девочка а а вот те граждане российские не только которые радостно улюлюкают по поводу каких-то ее человеческих особенностей и особенности поведения вот это уже отдельный зоопарк и вот тут я мои чувства вполне определенное чувство презрения и жалости к этим людям львов ждет в гости пишет спасибо обожаю этот город по многим обстоятельствам два года назад я там на улице юриша словацкого дом 6 открывал мемориальную доску станислава ежелеца который жил там обязательно при первом случае проведу эту доску этот вообще чудесный совершенно город а вы не устали из раза в раз повторить одно и то же в особом мнении на устал ужасно устал я был бы очень рад если бы когда-то я обнаружил что урок выучен и что мне можно сказать что новое но урок не выучен а как говорил аристотель до меня тоже часто повторяю известное известно немногим известное известно немногим поэтому я повторяю то немногое в чем я абсолютно уверен то немногое что мне кажется аксиомой то немногое что мне кажется очень важным я это повторяю с раза в раз простите да ну буду повторяться еще как вы думаете стоит ли пожилым худрукам театров держаться за свой пост до последнего и искать приемников еще при жизни тем самым оставлять театр в разобном состоянии немирович данченко говорил что срок жизни театра пять-шесть лет дальше нужны студии нужна новая кровь обновляется язык обновляется фактура жизни да и не да мы видели то есть я видел на мое детство пришелся старый мхат до ефремовский да когда в прошлом старики мхата великие до грибов яншин пруткин но они были в 26 году приходили с днями турбиных а я их застал в 76 году да они то ладно а театр за это время превратился в мемориальное здание это был мемориальный мхат это был это было такой музей памяти станиславского немировича данченко это уже почти не имело отношения вообще к театру театр был в современники на таганке где-то еще погребничка что угодно да рододин то встоногов эфрос васильев огромный а мхат закоснел это судьба любого театра и мы наблюдаем как спустя 10-15 лет театр превращается в музей своего имени даже очень хороший даже с очень хорошими именами шировин печально шутил что это вот собрание старожилов он как мне 80 лет говорил он я самый молодой там у собянина собирались худруки да но еще были живы да был хомский жив 90-летний тогда конечно театр дело живое и но это очень болезненная вещь уйти из театра самому почти невозможно это место любви это место да как в самому встать и выйти это очень трудно я думаю это серьезная это серьезная человеческая проблема ждете значительных перемен 20 21 году слушайте я не ванга и я не глоба и я не политолог я не знаю скорости течения исторических процессов это не ко мне наверное есть какие-то маркеры экономические социальные это надо спрашивать у профессионалов я да как тот чук через анекдота совет высокого я чувствую вот я чувствую а это очевидно да все сползает вниз это очевидно сползает вниз закосневшая политическая система обречена на обрушение на закаменевания и обрушения гибкости уже не будет и не может ниоткуда взяться и это означает что перемены будут приходить они будут приходить не изнутри не из общества как они пришли в украине кстати говоря они будут приходить каким-то более так так сказать, путем обрушения, да, путем обрушения, стагнации, обрушения, репрессий, ответных, да, на какие-то волнения. Ничего хорошего не жду в политическом смысле, не жду ничего хорошего, потому что неоткуда ждать хорошего, повторяю, все легитимные процессы были сломаны, да, и уничтожены властью российской в последние пять лет. Мы ждем каких-то травматических процессов, насколько они, значит, будут травматичны, да, до какой степени все-таки будет включен легитимный процесс и какой-то естественный процесс. Посмотрим. Когда к нам в Израиль, Сергей, я к вам в Израиль, в марте, в первой декаде марта, будут литературные и театральные вечера, мои сольные, по городам Израиля. А, вот, прекрасно, если планируете ли вы баллотироваться в Думу в 21-м году? Нет, ни в Думу, ни в 21-м году, никуда не собираюсь баллотироваться. Я не политик, я уже много раз об этом говорил. В 2005 году я ходил в Государственную Думу, но это был совершенно журналистский эксперимент. Так Пастер прививал себе чуму. Я вот привил себе это, посмотрел, что будет, еле выжил. Больше не буду. Я не политик. Сегодня в Думу-то идти вообще, ну какой смысл это все, бессмысл. Нет никакой Думы. Ау, Михаил, у нас нет никакой Думы. У нас есть симуляционный орган, да, этой малины, они разделились, они надели на себя одни значки депутатов, другие мантии, третий костюм ОМОНа, четвертый микрофон и журналистов взяли в руки. Это одна банда. Нет никакой Думы у нас. Думы, она, Думы, парламенты, это в каких-то других странах. Что думать о назойливых откровениях Юмашева о том, как у нас появился Путин? Думаю, что люди начали помаленечку отползать, отползать. Те, кто его делали, лепили своими руками. Давно, давно, не помаленечку. Многие уже в оппозицию ушли, в интеллектуальную. А поскольку мы склеротики все такие, в запущенном состоянии, то некому спросить, браток, а ты что делал, чем вы занимались до 17-го года, как сказано Быковского, что вы делали в 2000-м, в 89-м, да? Кто его сделал-то, вот тем, кто он есть сейчас? Кто из этой безвестной мышки сделал вот это вот чудище, как в мультфильме? Да? Они же и делали. А сейчас они так отползают мягонько и, в общем, как-то пытаются себя отделить, мне кажется, от всего этого. Кого из ушедших в этом году особенно хотелось бы вспомнить еще раз? В минувшем году, да, многие дорогие люди ушли из жизни, многие люди, я писал об этом, без которых нас бы не было, вот нас тех, да? Уходит поколение родителей, да? Вот мне 60 лет, уходит уже естественным образом, даже, да, понятно, что это все естественное, да? Возраст смертный, как писал Галич, но тем не менее. Сергей Юрский, если называть одно имя, Сергей Юрский, конечно, который уже при жизни было понятно, что эта фигура совершенно отдельная для русской культуры и для не только театра, не только театра, он феноменальный, отдельно стоящий и актер, и человек был. И вот уж без Юрского, хотя, наверное, и без Марка Захарова, при всей разнице человеческой этих людей, нас бы не было, без фильмов Захарова и без Юрского, через которого мне открылось огромное окно в русскую культуру. И я вот себя шестиклассника в зале Чайковского, который впервые услышал, да, шестую главу Евгения Негина, до того, как прочел первые пять, который впервые услышал Пастернака, Зощенко, Булгакова, Гоголя, ну, я знал, конечно, что-то Гоголя, но да, но вот так вот. Это был такой удар, такой, не удар, конечно, а вот просто открылось окно и свежий воздух пошел. Сергей Юрьевич Юрский, «Царство небесное». Какова судьба пьесы «Увидеть Солсбери»? Да никакой особенной судьбы. Хотелось бы увидеть квартет и с данным произведением. Ну, это вы сказанули. Солсбери игралась в Лондоне на русском языке, на английском языке, это вещь все-таки политическая, на злобу дня. Я не думаю, что она так уж сильно войдет в репертуар мировых театров, разумеется. По поводу «Квартета И» или я тоже хотел, чтобы в Москве это играли. Но по некоторым причинам совершенно очевидным, в Москве это играть невозможно. Вот в этой студии год назад я читал отрывок из этой пьесы в прямом эфире, вот на Ютюбе, там, в новогоднем вечере у Димы Быкова. Все. Значит, с русской судьбой этого спектакля, видимо, все. Виктор, как вы считаете, развал страны пойдет на пользу народу или нет? Потрясающий вопрос. Потрясающий вопрос. Может пойти на пользу. Может пойти на пользу. Понимаете, какая штука? Мало не будет никому. Распад страны – это ведь не то, что мы, как Чехия и Словакия, вежливо разойдемся по каким-то другим странам, договоримся, пожмем друг другу руки, потом их вымоем и начнем как-то по-новому жить. Ведь будет, видимо, не так как-то. Распад страны может быть связан с тем, что станет невозможно жить в одной территории по одним законам. Я уже говорил, нас ведь ничего не связывает. Ничего, кроме железной лапы, которая все это держит, да, вот, так сказать, ОМОНовско-ГБшной, да, и кроме привычки, ничего не связывает. Я уже приводил в примеры и Канаду, и Штаты, и Германию, да, и Швейцарию. Федерализм. Федерализм может удержать и естественным образом притянуть разные языки, этносы, культуры, уклады в одно государство, как-то сделано в Америке, блистательно сделано, да. Поэтому Алабама и Новая Англия, и, значит, Монтана, и Луизиана, и, там, Калифорния, совершенно разные. Языки, культура, уклады, этносы, все вообще разное. Вы въезжаете в другое государство. Стейт это государство. Это не штат. Это государство. Вы въезжаете в другое государство, которые договорились, что они объединились им так выгодно, с маленькой столичкой, в специально созданном, да, штате Коламбия, да, вот специально, под Вашингтон, специально созданном, куда делегированы какие-то полномочия. Это по менеджменту выгодно им. И они там, потому что им выгодно. Что их связывает? Их связывает очень важная вещь. Общее представление о законе и приоритете. Есть Конституция Соединенных Штатов. Есть приоритеты. Есть национальная идея. Свободы. Они уплывали из европейского рабства, из европейского феодализма. Они уплывали на свободу. Они приплыли и устроили свободу, да. Это национальная идея, которая объединяет жителей Алабамы и Новой Англии. Потому что они на свободе выбирают себе власть. Они платят налоги себе, казну. Они живут по своим законам, очень различным, по очень многим пунктам. Им там выгодно. Алабама не хочет выйти, потому что зачем ей выходить? Все хорошо. Теперь глянем на нас, в наши пейзажи и увидим, что нас вообще ничего не объединяет. Я уже говорил об этом много раз. Ничего не объединяет сегодня жители Архангельска, жители Ингушетии, жители Калмыкии, жители Москвы и жители Омска. Ничего. Крови паспорта. Но паспорт есть у Жерара Депардье, Стивена Сигала и Рамзана Кадырова. Это слабенькое объединение и временное объединение. Ни общей идеологии, ни общего представления о прошлом, ни общего представления о желательном будущем. Ничего. ОМОН, ГБ и методология Золотой Орды. Мы просто обходимся без татар сами. Просто ставка Золотой Орды сейчас в Москве. Собирается ясык, налог, все это. И потом за хорошее поведение выдаются деньги за хорошее поведение. За хорошее голосование, за правильное. Вот и все. Поэтому, когда это станет невыносимо, в какой-то момент экономически, скорее всего, то это начнет рваться по перфорации, по этим границам национальным, по границам интересов. Начнет рваться очень быстро. Мы это проходили ведь на нерушимом Советском Союзе. Нерушимый Советский Союз дал дуба в считанные месяцы. Потому что ничего не связывало Литву и Туркменистан. Азербайджан и Молдан. Ничего не связывало, кроме железной лапы. Лапа разжалась, все это разлетелось немедленно. Это же случится с Россией, если мы не очухаемся и не придумаем себе какую-нибудь универсальную общую идею. Универсальная общая идея для жителей Калмыкии, Москвы, Ингушетии, Архангельска. Одна. Она называется свобода. Человеческое достоинство. Права человека. Это нужно везде. Это универсально. Это Джан-Жак Руссо, извините за выражение. Если эта идея овладеет массами, тогда можно жить в одном государстве, пожалуйста. И в Мари-Эл будут выбирать себе президента. А мы будем выбирать себе. Но пока что у нас президент в Москве, которого выбрали в Мари-Эл, условно говоря. Мы живем при президенте, при власти, при политическом феодальном устройстве, который выбран в Мари-Эл. Условно, еще раз, без обид. Вот так состоит дело. Поэтому распад, возвращаясь к вопросу, ну, в общем, может, конечно, пойти на пользу в том смысле, что может произойти какое-то обновление, вернется жизнь и вернутся какие-то, может быть, хотя бы разговоры о правилах. Хотя, повторяю, это может быть очень и очень болезненно. Вы совсем перестали анализировать политику России в Средней Азии? Я ничего не знаю про этой политики, Сергей, правда. Что вы думаете о Борисе Джонсоне, обещанном им в британском Сингапуре? Не думаю об этом, ничего об этом, мало об этом знаю. Я такой же читатель, как и вы. И не склонен обсуждать, ну, в общем, да, я полагаю, что на островах есть кому обсудить Бориса Джонсона. Скажите, пожалуйста, есть ли для вас разница, кто из ведущих ведет ваш эфир? Здоровья вам, берегите себя. Март, конечно, есть, я всегда, когда звоню, уточняю, кто из ведущих будет, чтобы по предыдущему опыту как-то представлять, что меня ждет. Но поскольку я пережил Лесю Рябцеву, то мне уже, да, и даже вот тут, значит, Леша показывает на себя, да, разумеется. Не, ну какое там, что ты на себя показываешь, Леша? Я повторяю, пережил Лесю Рябцеву, поэтому теперь мне не очень страшно. Вот. И ей тоже, кстати. Вот, замечательно, мы друг друга пережили. Астрологов слушаете? Нет, 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 мне хватает, да. Вы говорите о трагических событиях, пишет Михаил Кузнецов, но в 2011 году они испугались статичного митинга. Может, при следующей волнении их паралич найдет? Для этого должна быть волна, да. Повторяю, не просто 100 тысяч один раз вышедших, да, а 600 тысяч, которые не уходят и выйдут завтра и послезавтра. Вот против этого лома, демократического лома, нет приема, это правда. Да, а когда мы вышли пару раз, да, в 2011 году или сейчас вот вышли, там 60 тысяч вышло один раз, а потом разъехались, они говорят, ну хорошо. А потом выходят 20 тысяч, и они понимают, что на 20 тысяч уже у них есть ОМОН и нацгвардия, чтобы переломать 20 тысяч. Они даже ломать не будут. Они просто дождутся, пока мы уйдем, и посадили Константина Котова. Да, если бы нас вышло тогда не 20 тысяч, а 220, Котов был бы на свободе. Это прямо связанные вещи, разумеется. Когда вас можно увидеть в Москве? Вот сейчас вы видите меня в Москве, я вообще сюда возвращаюсь. Я вообще сюда возвращаюсь. Так, какими языками иностранными владеете? Нет, не владею, к сожалению, ну, у меня есть английский, но совершенно убогий, его хватает, чтобы заказать еду в ресторане и поселиться в гостинице, к сожалению. Сейчас стишок прочту, в котором я сетую на этом. Инглиш не учил я нифига, школьный топик тупо брал на понт, я увижу эти берега, ноу, ай, донт. К родине меня приговорил век совок, убогий мой толмач, сэнк ю вери, дорогой авир мач. Так немым еврей не выездной, и дожил до получения виз. Не дурак ли был я той порой, ес и тыс. Вот мой нехитрый стишок про мое, отражающее отчасти и мое знание. Прогнозы на Израиль никаких, братцы мои. Я не политолог. Я слежу с тревогой, с интересом, понятным, в частности, за Израилем, где живут десятки моих знакомых, друзей и даже родные. Но, значит, для того, чтобы делать прогнозы, нужно все-таки быть больше в теме. Так, вы готовы стать министром культуры? Нет, я не готов стать министром культуры, электриком, миллиоратором, политологом. Есть очень много профессий, а чиновник это, безусловно, профессия, менеджер, администратор. Это профессия. Да, нет, нет. И потом, ну, министр культуры, конечно, может быть знаковой фигурой, просто знаком, да, при нем может быть администратор, он может что-то символизировать. Но, полагаю, в сегодняшней России, даже в сегодняшней, не очень прекрасной, есть десятки людей, которые символизируют великую русскую культуру гораздо внеднее, чем я. Виктор Анатольевич, так жаль, что вы с Бабченко расходитесь все дальше. Почему все так? Мы не расходимся, мы расходимся с Аркадием в сущности только в одном. Он окончательно слепил в своем, да, травматичном представлении, опыт был у него очень травматичный, но у него окончательно слепились народ, страна и государство. Во мне они находятся в более сложном, но все-таки разлепленном состоянии. Я отличаю людей, людей, живущих в России, разных, лучше, хуже, образований, потемнее, хороших, плохих людей, страну, культуру, как нечто объединяющее нас, очень многих из нас, по крайней мере, и государство, администрацию. Я разделяю эти вещи, это прорастает друг друга, спору нет, это очень трудно бывает разлепить, спору нет, но я стараюсь разлепить. Аркадий слепил намертво, и это позволяет ему радоваться смертям каких-то людей, которые близко подходили к Путину, а я не могу разделить его радости. Вот только в этом мы расходимся, я думаю. Стоит ли эмигрировать из России в Украину, будет ли там лучше? Андрей, это вопрос абсолютно, это вопрос человеческий. Кому-то нужно непременно, и дай бог, если нужно, вперед, немедленно. Если нет, то не надо, это не то, куда ходят дивизиями, я скажу, давайте, вперед, все эмигрируем. Так не бывает ни в Израиле, ни на Украину, ни в Штаты. Это личный выбор, драматичный, травматичный выбор каждого человека. Когда в Латвию? В Латвию, дай бог памяти, 28 января, литературный вечер в Риге. На всякий случай, раз уж я самопиаром займусь немножко, будут вечера в Стокгольме и Хельсинки. Вот очень скоро, 17 и 19 января, будет Рига 28 января. А в конце февраля у меня будет, после значительного перерыва, такой, значит, разговор на дизайн-завод «Флакон». В лофте, там на этом дизайн-заводе, у меня будет такая двухчасовая просто разговор, просто ответы вопроса. Вот как я сейчас сижу, только вживую. Это будет 28 февраля, значит, вот там на Новодмитровской улице, во «Флаконе». И я там планирую показать какие-то отрывочки из «Куколы» и того, немножко поностальгировать, а потом отвечать на любые вопросы, как и сегодня. Приятели в Киев? Да, в апреле у меня вечер, который называется «Язык до Киева доведет», если ничего не путаю, 23 апреля. Революция «Будем делать или куда?» спрашивает Алина. Революция «Либо будем делать, либо куда?» Нет, если не отшучиваться, то революцию не делают, а она происходит. Революция – это ответ на невозможность жить так, как живет общество. Не приведи, Господи, увидеть этот бунт бессмысленный и беспощадный. Но меня никто не спросит, и вас тоже, да, никто не спросит. Альтернативы этому – либеральные ценности, либеральные механизмы, которые мы разломали и выбросили. Поэтому дальше как получится. А, так, еще, еще, еще. В Екатеринбург приедете, спрашивают меня. Пригласят – приеду, пока не приглашают. Я не могу просто прилететь и у зала выдачи багажа начать разговаривать. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с Гейдаром Алиевым. Кого времени не встречался с Гейдаром Алиевым? Гейдар Алиев приходил на эхо Москвы. У меня в изюме из булки, в моей мемуарной книжке, есть байк о том, как, значит, сюда приходил Гейдар Алиев. Но я его сам не видел, по нашему обоюдному счастью. Как вы оцениваете транзит власти в Казахстане? В России такое возможно? Не политолог, но, конечно, никуда Нурсултан от власти далеко не ушел. Это именно что транзит – это лучше, чем именная тирания. Это мягче, это благополучнее. Но я бы, я повторяю, я не политолог. Я не знаю, что такое транзит в данном случае. От власти он не ушел. Как избежать повторяемости и скуки? Как вы боретесь с повторяемостью, с закостенением в творчестве? Хвалят изюм из булки. Спасибо, спасибо. Человек, хвалящий изюм из булки, подписался бублик без дырки. Это замечательно. Ну, это не мне судить. Вот, точнее, мне судить. Вот повторяемость-то есть. Повторяемость есть. Повторяюсь в публицистике, повторяюсь. В литературной работе, медленной литературной работе стараюсь не повторяться. Я по-другому отношусь к слову не публицистическому, а художественному. Другие требования. Поэтому я пишу мало, пишу медленно и стараюсь все-таки не прыгать в тот же бассейн, в который не выполнять те же прыжки, которые я научился делать. В этом смысле есть байка замечательная, которую когда-то рассказывал Константин Райкин нам, студийцам Табаковским, про ведущего одного из танцоров Моисеевского ансамбля танцевального, который научился делать горизонтальную бочку, прокручивание в горизонтальной плоскости в гопаке украинском. Какой-то уникальный просто, да, и он единственный мог сделать эту бочку, и как монополист он, разумеется, забурел, и ничего кроме этой бочки уже танцевать не хотел, и ничего кроме нее не танцевал, вот, и кончилось тем, что он просто вот выходил на сцену, делал эту свою уникальную бочку и выходил дальше, и так за кулисы курить. Так не приходя в сознание, протанцевал эту бочку всю жизнь. Это, конечно, очень понятная метафора, очень не хочется быть автором такой одной-единственной, даже вполне уникальной бочки, поэтому, когда мне предлагают снова что-нибудь сделать похожее на куклы, избави Божия, избави Божия, я больше эту бочку крутить не буду. Другие, по другим правилам, в другие времена, это нужны молодые люди, а мне это просто неинтересно, при том, что я с ностальгией и симпатией иногда даже перечитываю отдельные тексты, отдельные. Если эхо задушит, куда пойдете? Инда пойдем, Инда пойдем, Марковна, как говорил Протопоп, куда-нибудь пойдем. Мы сюда-то пришли после того, как задушили предыдущие. Не знаю, не хочу об этом думать, и зачем же? Ха! Вы в самом деле являетесь внуком Ежелеца, замечательно. Ну, в общем, я знаю хорошо его сыновей, я спрошу у них. Замечательно. Ну, тогда уж все-таки не думаю, что внуком, потому что я ровесник его детей. Сын, наверное, внебрач, не знаю. Ваше любимое фантастическое произведение, если оно есть. Я небольшой любитель и знаток фантастики. Ну, впрочем, да, можно и Маркеса считать фантастом, да. Но если говорить о писателях в юности, да, да, да. Кларк, боюсь что-то, боюсь что-то, да. Да, Клиффорд Саймак. Нет, Стругацкий, конечно, Стругацкий. Стругацкий. Чего ж? Чего ж мы будем поклоняться перед, преклонение перед западом? Ты зачем? Стругацкий. Понедельник начинается всмотру, как ни странно. Это поскольку было совсем детство мое, он дал такой воздух, такое представление о воздухе современной литературы, что он запал очень сильно, хотя, конечно, это стартовые Стругацкие, потом были гораздо глубже и сильнее, и драматичнее. Но все-таки, да, социальная фантастика, социальная фантастика. Трудно быть богом, пикник, да. Планируется ли новая передача «На дожде»? Не знаю, мной не планируется. «Куклы-2» я уже отвечал на этот вопрос. В чем смысл «Россияльно» в 2020 году? Слушайте, я не проповедник, я вам смысла жизни, Михаил, не дам. Сам еле разбираюсь. Сама-сама, как говорил герой Михалкова в Рязановском фильме. Что вы думаете о гражданской коалиции разных политических взглядов? Я только об этом и говорю. Применительно к конфликту между Яблочниками и Навальным, Яблочниками и Правами и так далее, и так далее. Надо вернуть политическое поле, надо вернуть политический диалог, надо вернуть нормальные правила игры, а потом рассесться по разным углам в парламенте. Когда сегодня идет война друг с другом, это просто глупо. Мы сегодня сидим прикованные к батарее бандитами, да, в подвале в каком, да, и нас пытают, нас не упускают. Мы прикованные к батарее, там обсуждаем наши политические взгляды. Надо выйти на свободу. Поэтому я всегда за того, кто больше всего, эффективнее всего помогает и делает все для выхода на свободу. И это, и отдельные люди из Яблока, и Шлозберг, и Вишневский, и Навальный, и его фонд, и все-все-все, и Гудков, да, и Яшин, и все, кто это делает, все, кто выходит на улицу. Для меня, да, сейчас надо выйти на свободу, а потом, если нам удастся при моей жизни, я увижу, как мы вышли на свободу, тогда уже будем разговаривать, тогда уже будем разговаривать о подробностях. Вы верите в то, что может разрушиться путинская система в ближайшие 2-3 года? Может, но я очень часто говорю об этом, повторю еще раз. Исторические сроки, они не сопоставимы с нашими желаниями, со сроком нашей жизни. Это может рухнуть, такого рода тиранические авторитарные режимы, рушится мгновенно, почти мгновенно. Но когда, в какой момент, поскольку там нету, именно потому что там нету эволюции, а есть просто вот эта пирамида, которая вдруг рушится, почему-то рушится, она изнутри гнилая, но в какой момент, почему она рушится, значит, угадать нельзя. И наш опыт, а мы можем апеллировать только собственному опыту, потому что мы, да, он показывает, как мгновенно это происходит, и как за неделю до этого, ни в случае с Чаушевским, ни в случае с Каддафи, ни с Арабской революцией, ни с Советским Союзом, за неделю ничего нельзя предсказать. Главный урок Арабской революции 11-го года, да, в том, что ни одна агентура мира, все разведчики мира докладывали об абсолютной стабильности Мубарака. Мубарак навсегда, это было понятно. Советский Союз был навсегда, Чаушевску был навсегда. Все это было навсегда. Потом мгновенно рушится. Случится это в 23-м году или случится в 33-м, совершенно непонятно. И предсказать тут не... И не наше дело предсказывать, надо пытаться, насколько возможно, пытаться либо менять что-то здесь, переводить с революционных рельс, с рельс разрушения, авторитарно-революционных, это через черточку, это вместе, авторитарно-революционный период. Потому что авторитаризм чреват революции, поскольку другого выхода нет. Альтернатива этому либеральные ценности, выборы свободные, свобода прессы, независимый суд, вот это все, свобода выхода на улицу. Проклятое либеральное разделение властей, это альтернатива. Значит, надо либо бороться за возвращение альтернативы, либо, кому охота, приноравливаться, искать места пожирнее, повкуснее, побезопаснее. Внутри этой системы, надеясь, что когда что-то рухнет, ты успеешь вывести свои капиталы и сам текать. Вторая стратегия. Третья стратегия миграции. Ну, тут каждый выбирает для себя. Что вы думаете об инициативе питерских единороссов установить в городе памятник Бенкендорфу? Я впервые об этом слышу, Иван, замечательно. Они честные люди, они честные люди. Они перестали притворяться, что они символизируют свободу, достоинство, выборы. Третье отделение, да, тайная полиция, правильно, цензура. Вот они, я был бы рад, если бы единороссы открыли памятник Бенкендорфу. Это было свидетельство о том, свидетельство того, что единороссы иногда говорят правду и делают то, что думают. Это я всегда приветствую такие выходы, выходы честности. Почему в России такое отторжение и пренебрежение Евангелием? Игнат Ахматова, кажется, говорила, что Евангелие в России не проповедано. Не проповедано. Мы, россияне, ничего про это не знаем по большей части, по абсолютно большей части. Нас в последний просто на смену одного ритуала пришел другой. Я стоял у гипсовой башки там под пионерским салютом, теперь детей учат в щепотку пальчики, значит, и креститься. Никакого отношения к Евангелию, к тому, о чем Евангелие, это не имеет. Евангелие по-прежнему полвека со времен, так сказать, после смерти Ахматовой уже прошло, да, оно не проповедано. Почему? Потому что мы живем в остатках распадающейся империи. А империя и Евангелие вещи не просто разные, они вещи противоположные, как мы знаем. Потому что не есть царя, кроме, да, небесного, да, по Евангелию. И что-то другое должно людей объединить, кроме цезарей и наемников, да. А это просто противоположные вещи. Поэтому люди, тяготеющие к Евангелию, к этому опыту человечества, чистому, первоначальному опыту, я сейчас не говорю о том, во что это превратилось, да, с помощью греко-римской, нашей и так далее, в совершенно погромный, закоснелый институт. Я сейчас говорю о первоначальной чистой идее. Значит, эти люди очень, евангелисты, очень далеки, разумеется, от интересов империи. А империя, разумеется, не позволяет проповедовать Евангелие. Как перестать бояться старости? Ой, какой хороший вопрос. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, может быть, да, строчка Гондлевского, умри себе, как все ребята. Может быть, просто, ну, как-то в какой-то момент приходит понимание, что это нормально, что ты, да, просто пожилый. Уступи другому, ты просто освобождаешь место, это нормально. Ты пришел, да, желторотый чирикал что-то, да, и занял чье-то место, которое было чьим-то, да, создавал свое какое-то. Это нормально, это нормально. Да, именно старости, а не смерти, старости. Немощи не хочется, не хочется садиться на шею близким, не хочется быть обузой. Это все очень понятные вещи. И тема эвтаназии, она, конечно, она время от времени возникает, и человечество возвращается к ней. Да, тема эвтаназии. Потому что вот между, да, между палеоативной помощью, обезболиванием и эвтаназией все-таки очень ясная граница проходит. Но эта тема есть, ее не надо, ее надо обсуждать, о ней надо разговаривать. Это тема, эта тема очень важная тема. Человек в 21 веке, по крайней мере, в тех местах, куда дошел 21 век, с медициной, с этикой, да, человеческой, с социальными возможностями. Человек не должен умирать как животное, да, как в боли и мучениях. И это очень важная тема. Об этом надо разговаривать. Главное, что мы можем это, повторяю, не бояться этой темы, разговаривать об этом. Какой процент сочувствующих народу в Росгвардии полиции не замерял на собственной шкуре, да, могу сказать, что да, очень разные, очень разные. В Росгвардии тяжелее с этим, чем в полиции. Когда нас привозят в полицию, мы встречаем по большей части сочувствия в этих ОВД, да, филях ли в Сокольник, неважно, сочувствия. Люди подневольные, они как бы даже извиняются, но мы должны вот вас тут, да, вот по закону, вот и так далее. А в Росгвардии их науськивают. Им объяснили, видимо, очень крепко этим летом, что мы враги, что нам всем заплатили. И мне прямо говорил один дурачок, вот вы заплатили, вот вы там против России, да. Их, понятно, что он повторял сказанное политруками, их там очень крепко накручивают. Вот, поэтому в Росгвардии, я думаю, что они, так сказать, вздрючены очень сильно и накручены против нас, тех, кто получил деньги в Госдепе за разрушение России. Как им сказали, не бесплатно же вы выходите, что, ты хочешь сказать, он мне сказал, что ты бесплатно, что ли, вышел? Вот, с плакатиком своим стоишь, он прямо у меня спросил, что бесплатно, что ли? Не валяй, дурака, что я, что ты нашел дурака? Вот, как относитесь к Познеру, пришли бы вы к нему на Первый канал? Хороший вопрос, да. Значит, остается уговорить принцессу, как сказано было в Баке про Харжуну Средину. Остается, чтобы меня пригласили на Первый канал. К Познеру отношусь с интересом и уважением, он на фоне все-таки, он очень сложный человек, и, мягко говоря, не во всем мы с ним сходимся идеологически, и он очень опытный и вполне хитрый и сложно устроенный человек, вот. Но на фоне тех амёб, которые обитают сегодня в политическом вещании, тех амёб и просто негодяев, гиены и амёбы, там они делятся на гиен и амёб, Владимир Владимирович Познер со всей несомненностью человек, и я к нему отношусь с человеческим интересом и симпатией. Что не мешает, повторяю, там очень по-разному относиться к очень многим вещам. Скажите о молодых, конкретно о Егоре Жукове. Да, это было одно из приятных удивлений, одно из приятных удивлений этого лета и осени, появление людей, которых, да, их не ждут, они приходят сами, сказано у Самойлова. И вот они пришли сами. Я уже описывал замечательный диалог в вестибюле станции Чистые пруды, когда одна из этих летних прогулок, и два молодых человека меня узнали по Википедии, уточнили, значит, заглянули в лицо, не сразу узнали, заглянули в Википедию, опознали. Один сказал, что пришли нас поддержать, я сначала хотел обидеться, ничего себе поддержать, я им начал выговаривать, чтобы я ходил на эти митинги, когда вас вообще в помине не было, еще в живых. И вдруг заткнулся, потому что понял, что да, это уже я пришел их поддержать. А выйду я или не выйду, уже не важно, они выйдут сами. Выросло это поколение, выросло, и они сами выходят. И замечательные ребята, образованные, честные. Вот этот диапазон от Егора Жукова до Константина Котова, от 21 до 33 лет, замечательное поколение. Если Россия, да, как Блок говорил, как чушка своего поросенка, если она съест этих людей, это старая порося имперская, если она съест это юное поколение, если их затопчут, сгноят в лагерях, выбросят вон из страны, маргинализируют, если их выгонят вон, если Егор Жуков и Константин Котов через несколько лет, через 10 лет, мы не обнаружим их элитой, новой элитой, новой России, то худо наше дело. Их, наверное, тоже. Но они найдут себе место в мире, если выпустят их отсюда из тюрьмы, они найдут место в мире. Они талантливые, молодые, энергичные, честные люди. Для них есть мир, огромная часть мира, где им будут рады, их способности к трудолюбию, их честности. А вот нам хреново, если такие люди, как Котов и Егор Жуков, окажутся маргиналами, политзаключенными или мигрантами. Вот тогда нам хана. Так, каковы ваши жизненные ценности, Раиса? Это, вы знаете, уже бессмысленно об этом говорить. Это все определяется по следу. Вот я 30 лет или 35 лет там маячу более-менее на поверхности, чего-то пишу, чего-то комментирую. Вот мне кажется, что вот они мои жизненные ценности. Я живу так, как я живу. И совершенно не важно, что я скажу. Понимаете? Я сейчас мало чего наговорю. Жизненные ценности определяются по следу, который остается от человека. Не жалеете ли, что защищали когда-то чулпан, целующий барскую руку? Нет, не жалею, не жалею. Чулпан не целовала барскую руку. Да, я сам цитировал Савельича, да, плюнь и поцелуй. Злодею ручку, да, плюнь и поцелуй. Еще раз на эту тему я часто об этом говорил, все время об этом говорю. Давайте еще раз про чулпан, про нюту, да. И дальше, 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 вплоть до там имен Табакова, например, и так далее. Есть понятие призвания. Есть понятие призвания. Человек живет свою жизнь. Не может быть одно целеполагание, которое сверху кем-то спущено, даже прогрессивной либеральной общественностью. Даже прогрессивная либеральная общественность не может спустить одно целеполагание для чулпан Хаматовой, Аркадия Бабченко, Валерии Новодворской, Олега Табакова, да, и через запятую. Они разные целеполагания. Мое отношение к людям определяется, в первую очередь, их целеполаганием. С чем человек просыпается, чего он хочет добиться. Чулпан хочет лечить, чтобы... Грандиозный чулпан, звезда абсолютная, которая могла бы, не приходя в сознание, мелькать в глянце и сшибать гонорары. Просто не приходя в сознание, не вылезая из телевизора. Она тратит силы, нервы свои, время, да, на то, чтобы лечить детей. Если в наших условиях для этого надо, потупив глаза однажды сквозь зубы, попросить проголосовать за этого человека, сказал чулпан, даже не назвав фамилии. Ты понимаешь, что она в заложниках? Ау! Вы понимаете, что она в заложниках? Вы понимаете, что она это делает ни для премии, ни для званий, ни для себя? Понимаете? Замолчите тогда про чулпан. Хотя бы не заставлять ее тратить свое время и нервы божественные, да, на преодоление этого дерьма, которое на нее льется, на отмывание. То же касается Ньюта Фидермессера, безусловно. Есть тактические ошибки, мы не будем сейчас их обсуждать. Это тактические частные ошибки. Целеполагание, то, на что она тратит жизнь. Табаков, Олег, за то, что я скорбел о его смерти, а я его 45 лет нас связывал, 45 лет знакомства. Я его ученик, пионер, студиец, выкормыш. Мне досталось от прогрессивной общественности за то, что я позволил себе плакать после его смерти, да, и говорить о нем в восторженных тонах. Ребят, вот, кстати, я вспомнил. В 74-м, 5-м, 6-м году Табаков организовал студию, в которую я школьником попал. Для того, чтобы организовать эту студию, получить этот подвал, получить курс, играть в спектакли, он должен был договариваться в Бауманском райкоме партии, он должен был договариваться с Сусловым и Демичевым. Что, был менее преступный режим? Да нет, гораздо более преступный режим был. Значит, выбор такой. Либо ты идешь, да, либо ты Сахаров, либо ты, да, диссидент, Ковалев, да, либо ты человек, который идет в лагеря и борется. Нужно ли бороться с этим режимом? Нужно. Благодарны ли мы должны быть людям, которые боролись с режимом? Да. Которые шли на голодовки? Да. Которые шли в лагеря? Да. Надо ли проклинать Олега Табакова, Олега Ефремова, Юрия Любимова, которые дружили с начальством, дружили с Порто... пили на дачах обкомовских, и благодаря этому, да, или там, не знаю, романы заводили, да, с освобожденными, с секретарем, да, и был современник, да, и была студия Табакова, и был Любимов. Давайте их проклянем. Давайте проклянем, да, давайте проклянем Ахматову и Мандельштама за стихи «Ва славу Сталина». Братцы мои, вы хотите проклинать заложников? Вы совсем с ума сошли. Но давайте будем обсуждать недостаточно мужественное поведение заложников. Кстати, по преимуществу это делают люди, которые ничем не заплатили за свои убеждения. Ничем. Мое, кстати говоря, несколько толерантное отношение к Бабченко при всем ужасе, который он говорит, связано с тем, что он хотя бы заплатил и платит своей судьбой за свои убеждения. Большая часть тех, кто выливает помои на Фидермессер, Чулпан, Табакова, там, и всех, да, эти люди не заплатили за ничего, да. А как раз те, которые заплатили, а я имею честь знать очень многих прекрасных людей, великих людей, в диапазоне от Сергея Ковалева до Павла Литвинова, да, или Аградинского, как раз люди, которые заплатили за свои убеждения, да, как раз они по большей части стесняются упрекать в недостаточной мужественности и баррикадности. Совсем немного времени осталось, чтобы порекомендовали почитать. Нет, это к Быкову, я без уронии говорю, он все читал, я мало что, да. Я читаю нон-фикшн, последнее время я читаю в основном нон-фикшн, мне не хватает на художественную литературу. При Сталине был культ спорта и строили дороги, при Гитлере был культ спорта и строили дороги, при Цезаре строили дороги и был культ спорта. О, что вы, это сильный аргумент. Это я отвечаю. Нет, автор-то письма как раз вполне ироничен. Почему Путин никогда не идет на дебаты, а что этот вопрос, Мария, это разве вы не понимаете? То, что его стерли бы в порошок на дебатах. Он ни одного раза, да, там, он, против него никогда не было журналиста, никто не задал ему вопросов толком. Только пару раз западные корреспонденты. И он начинал ему хамить в ответ, потому что он совершенно не готов. Представляете, часовой эфир, Навальный, Путин, Явлинский Путин. Вы себе представляете это? Сотрут в порошок. Поэтому будут только монологи, только монологи. Будет ли агрессия в сторону Балтии? Недосужий вопрос, не знаю. Но тема, да, Данцикского коридора, это тема с его интересом к истории, да, защита отдаленных русских территорий, Калининград под угрозой. Хорошая тема. Хорошая тема, когда рейтинг в очередной раз рухнет, почему бы не заняться этой темой? Балтия под угрозой. Угрожает, просто угрожает. Да не Балтийский, наши забалтийские территории, да, русские. Охрана, Данцовский коридор. Погуглите, кто не знает, что это такое, да. С этого началась, собственно говоря, Вторая мировая война. Эту часть истории Путин знает, я думаю. Пару слов о диалоге Сокурова и Путина. Сокуров человек божественного терпения и, да, терпимости, и готовности, и веры. Он абсолютно прекрасный, он великий человек. И величие его души в частности выражается в том, что он, видимо, полагает, что можно что-то объяснить Путин. И он пытается. Дай ему Бог здоровья. Ну вот последняя, видимо, уже бумажка, потому что у нас пять минут осталось. Как бюджетнику бороться с режимом? Замечательный вопрос. Как бюджетнику бороться? Так же, как не бюджетнику, так же, как олигарху. Нет, у олигарха есть другие возможности. Есть вы, да. Когда мы выходим на улицу, когда я стою в пикете, то совершенно неважно, бюджетник я или не бюджетник, да. И Улицкая стоит в пикете, да, или просто девочка какая-то, да, бюджетница, небюджетница, студентка. Мы граждане Российской Федерации. Мы граждане России. Нет, фиг с ней с Российской Федерацией. Мы граждане России. Те, кто ощущают себя гражданами России, могут найти, чем выразить свое отношение. Пикеты, помощь политзаключенным, да, письмо хотя бы написать, да, участвовать каким-то образом. Те, кто ощущает себя. Есть, да, есть политзаключенные, есть трус сидящая. Можно помогать. Можно помогать временем, волонтерством. Есть, да, есть волонтерство в, так сказать, благотворительных организациях. Объясните поведение поклонской. Не будем тратить время. На поведение поклонской. Как насчет сценария для компьютерных игр? Не мое, совершенно не мое. Чем объясните наезд Путина на Польшу? Ну как? Я уже тысячу раз говорил, ему внешнеполитическая тема, это его конек. А что ему комментировать? Экономику, стагнацию? Задницу, в которую он загнал Россию? Нет, он будет комментировать события прошлого, да, он будет активно участвовать во взбалтывании этой пены. Естественно, да, мы в последние годы узнали, и россиянам это объяснят, что именно Польша развязала, собственно говоря, Вторую мировую войну. И назвать, конечно, антисемитской свиньей, польского антисемита, это замечательно, я это приветствую, я только хочу спросить Владимир Владимировича, а ближе себя антисемитской свиньи он никакой не нашел? Ну, по месту службы было, по месту работы, вот рядышком где-нибудь, среди тех, среди кого он общается. Ближе, чем польский посол 38-го года, да, ближе, чем, он ближе и по времени, и географически. Антисемитской свиньи нету? Ну, давайте бороться с Польшей. Как? А вас КГБ вербовало? Нет, нет, ну, чего меня вербовать КГБ? Я провинился еще в армии, КГБ начало мной заниматься, я писал об этом в мемуарах сержанта запаса, можете почитать. Я описывал историю интереса КГБ ко мне, да, и к моим убеждениям. Я разлагал личный состав Брежневской образцовой дивизии в 81-м году и был сослан из образцовой Брежневской дивизии на дивизионный хлебозавод. Это отдельная история, нет, чего меня вербовать, я не носитель никаких секретов и тайн и не, где сядешь там и слезешь. Нет, а то, что эта организация работает, о да, о да. И после армии, вот уже Советский Союз уже коньки отбрасывал, а мы его одного друга, коммуниста, вызывали и интересовались мной. В 88-м году, когда я был никто, и звать меня было никак, когда я был совершенно неизвестен, они продолжали работать, у них где-то ползло мое дело, они опрашивали каких-то моих знакомых обо мне. Они работали, они работали, это вот такая машина, которая работает, а вербовать у меня смысла нет. Оказавшись перепутным, что вы ему скажете? Настя, какие теоретические вопросы, нечего мне ему сказать, нечего. Все, что я ему хочу сказать, я говорю уже лет 20 в этих эфирах, никого личного общения не предусматривается, да и не нужно. Я не Сокуров во всех смыслах, в частности в том, что я не полагаю, что этого человека можно переубедить. Завербовать тебя он сможет. Ты его начнешь переубеждать, выйдешь оттуда габистом. Вот это я верю. Он талантливый в этом смысле. Почему многие до сих пор оправдывают Путина, как их переубеждать? Оправдывают Путина, я уже говорил, есть такое понятие стокгольмский синдром. Когда человек, да, когда человек становится на сторону захватчика, оправдывает поведение, да, психологически становится на стороне бандита, который взял его в заложники. Это исследованная вещь. Человеку, осознавшему, что он находится в заложниках, нужно, психика его толкает к принятию решений. Он должен либо начать с этим бороться, либо признаться себе, что он не в состоянии этого сделать. Это очень тяжелое признание психологическое. Гораздо легче убедить себя, что все неплохо, а даже если плохо, то было бы еще хуже, если бы не. Вот это все то, что мы наблюдаем. Наблюдаем иногда от очень симпатичных и хороших людей. Время мое подошло к концу пять секунд назад. Спасибо вам большое. Было интересно. Приходите еще сюда и просто на мои встречи, где будут. Продолжение следует...